МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наколоть дрова, оформить льготу, передать письмо. Какую помощь оказывают семьям участников СВО и самим бойцам? И кто это делает? Девятилетнему Егору из Олевсовского района, спасшего от утопления двоих детей, вручили благодарность от начальника краевого МЧС. Лишь четверть районов края получила паспорта готовности к зиме. Такова неутешительная статистика, которую озвучили в правительстве края. Среди аутсайдеров этого сезона не яровое. Самым проблемным стал Каменский район. Какие еще территории не готовы? И как настроен решать эту проблему губернатор, знает Данил Куснецов. Готовы к зиме 29 муниципальных образований из 97. Такую статистику сегодня озвучили губернатору Виктору Томенко. И цифры пока не радуют. Вхождение в зиму для муниципалитетов края проблемно уже много лет. А для некоторых территорий этот процесс хронический. Поэтому сегодня глава региона был настроен решительно. Если есть элементы проявления криминальных действий, то есть какого-то такого уголовно наказуемых деяний, ничего стесняться не надо. Надо брать и реализовывать. Я первый встану с флагом и пойду с этими вопросами разбираться. Я понимаю, может быть сложная ситуация, но если ты воруешь на этом, это же недопустимо. Проблемы испытывают больше десятка районов. Лидер среди них Каменский. Там заготовлено пока лишь 25% угля. К сожалению, по состоянию, по крайней мере на сегодня на утром, никаких-то действий со стороны Каменского района по приобретению угля на уже доведенные до района деньги не осуществлено. И по-прежнему с точки зрения снабжения твердым топливом ситуация в Каменском районе остается напряженной. А вот Яровое, напротив, в этот раз готово к зиме. В этом году в ТЭЦ вложили 220 миллионов рублей. Отремонтировали седьмой и десятой котлы. Девятые еще доделывают. Закончили работы с дымовой трубой, теплообменниками и новым баком аккумулятора. За три года основные работы на оборудовании станции проведены, которые позволят на протяжении нескольких лет, которые необходимы для завершения проектирования и строительства водогрейной котельной, этот объект эксплуатировать. Паспорт готовности к отопительному сезону не получили и дома в Рубцовске. 97 тепловых камер из полутора тысяч в плохом состоянии. А качество воды не дотягивает до нормы. И предписание по качеству воды, питательной воды для котлов, где у нас PH был 6,4-6,9 при норме 8,5. Да, действительно есть отклонения. Режимными мероприятиями мы достигаем этих параметров периодически, скажем так. Но, в общем-то, я и здесь заявлял, что мы будем реконструировать химический цех и подтверждаю это сегодня. А в Березовке Павловского района до сих пор нет тепла. Этот вопрос обещают решить к понедельнику. А к обсуждению готовности к зиме всего края власти вернутся еще не раз. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский край вошел в топ-10 регионов по числу электронных нотариальных сделок с жильем. И спрос на такой способ покупки или продажи недвижимости, уверены эксперты, будет расти. Развитие и применение информационных технологий в нотариальной деятельности обсудили на большом семинаре, который в течение нескольких дней проходил в Белокурихе. Что волнует нотариусов и почему это важно знать всем остальным, смотрите в сюжете. Скрытых недостатков, которые известны продавцу и о которых он сознательно не предупредил покупателя, отчуждаемое недвижимое имущество не имеет. Сделка купли-продажи в дистанционном формате. Покупатели из Новоалтайска приобретают жилой дом, который находится в Московской области. Да, такое сегодня возможно. Для совершения сделки ее участникам совсем не обязательно лететь на самолете. Каждый в своем городе должен просто прийти в нотариальную контору. Хорошо, все подписано. Нотариусы заранее готовят и проверяют все документы. Участники сделки видят друг друга. Также нотариусы передают документы на регистрацию. По степени безопасности дистанционный формат с нотариусом не уступает традиционному. Ответственность также гарантирована. Дистанционно у нотариуса сегодня можно совершать сделки не только с коммерческой и жилой недвижимостью. Например, такие как договор купли-продажи, договор дарения, договор мены. Также удаленно можно совершать сделки, брачные договоры, соглашения об уплате алиментов, соглашения о разделе имущества супругов. В нашем крае этот формат востребован не только гражданами городов, но и сельских поселений. Дистанционные сделки, удаленные исполнительные надписи, электронные архивы, машиночитаемые доверенности, нейронные сети – темы Большого федерального семинара для нотариусов по использованию информационных технологий, которые проходят в эти дни в Белокурихе. Участники – более 150 человек со всей страны. Сегодня более трети нотариальных действий совершаются в электронном формате. Постепенно уходят в прошлое рутинные нотариальные действия. И вот действия, которые основаны на электронных новациях, их количество, конечно, растет. По словам председателя комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариуса города Калуги Олега Головатюка, удобные электронные нотариальные сервисы востребованы одинаково во всех регионах нашей страны. Федеральная нотариальная палата на сегодняшний день создали достаточно серьезную информационную систему. Это единая система нотариата Российской Федерации, которая позволяет совершать всем нотариусам нотариальные действия, которые мгновенно сохраняются в этой информационной системе и надежно хранятся, безопасность гарантирует Федеральная нотариальная палата. Данная информационная система создана полностью за счет средств Федеральной нотариальной палаты, без привлечения бюджетных средств. И нотариусы сами эксплуатируют и сами содержат эту информационную систему, что позволяет людям обеспечить безопасность и надежность совершения тренинг-действий. Обсуждение актуальных профессиональных вопросов и обмен опытом длились два дня. Плодотворная встреча позволит также определить дальнейший вектор развития электронного нотариата. Юлия Щепина, Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Девятилетнему Егору Усольцеву, который спас от утопления двоих детей в Залесовском районе, вручили благодарность от начальника краевого МЧС Александра Макарова. Я думаю, у педагоги и учителя поддерживают, что вот именно на таких ребятишках и держится наша Россия. История спасения произошла неделю назад. Двое детей, 4 и 5 лет, поскользнулись и упали в реку. Егор услышал крики и кинулся в воду. Девочку он достал быстро, а вот за мальчиком пришлось проплыть 200 метров и потом против течения плыть к берегу. Мальчик просто вниз головой плыл. Только он лежа был. Как ты его выхватил? Вот за плечи вот так тут тянул. Как думаешь, если твоя помощь подоспела бы дольше, его спасти можно было бы? Он был вон к корягам и плыл уже. Я бы не успел добежать. Реанимационные действия уже посиневшему мальчику оказала местная жительница. Но благодаря смелости Егора дети остались живы. Когда поступки Егора написали в районной газете, мальчик стал героем краевого уровня. Вот что он ответил на вопрос, почему он не побоялся поплыть за детьми. Много раз холодно в воде я был. Да и надо же спасти ребенка. Лучше промокнуть, чем человек. Пока не будет. Весь этот день с мальчиком работает наша съемочная группа. Сюжет о том, как живет маленький герой, смотрите в наших ближайших выпусках. Ну а мы переходим к следующей теме. Наколоть дрова, оформить льготу, передать письмо. В каждом муниципалитете оказывают помощь участникам СВО и их семьям. За полтора года спецоперации в районах Алтайского края выработали свои способы взаимодействия, чтобы адресная помощь поступала в срок и в нужном объеме. Все это обсуждали в Бийске главы и заместители глав сельских муниципалитетов вместе с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Подробности у моих коллег. Они оказывают помощь тем, кто ушел воевать, и их семьям. В Бийске собрались представители нескольких районов Залесовского, Зонального, Троицкого, Косихинского и других. В каждом при администрации создан фонд поддержки, который пополняется из бюджета территорий и за счет отчислений спонсоров. Местные власти привлекают к сбору средств большой круг благотворителей, например, в Целинном районе сельхозпроизводителей. Мы написали прошение, уважаемые товарищи, просим оказать вас посильную помощь, но мы маленько по-другому сделали 100 рублей с гектара. Знаете, никто не отказал, никто. То есть мы за две недели собрали 6 миллионов рублей. Мы подготовили два автомобиля УАЗика, один приобрели на средства, которые как раз фермеры собрали, уже отправили, и второй наш, муниципальный, тоже подготовили. Уже нашелся человек, приезжал, посмотрел оттуда, участник СВО, наш земляк, который будет непосредственно на нем выполнять задачи. На средства, собранные муниципалитетами, закупают для участников СВО автомобили, обычные инструменты, пилы, болгарки, приборы ночного видения, квадрокоптеры. Помощь от районов получают и родственники участников спецоперации. Это и покупка дров и угля, ремонт дома, подключение к интернету. Администрации районов изыскивают средства для адресной поддержки. А еще муниципалитеты привлекают средства благотворителей и опираются на ветеранские организации и волонтеров всех возрастов. Они шьют весь мешки. Мы туда кладем, как правило, каремат, термосиденье, спальный мешок, немного тушенки, лапши, белье. Сети мы также плетем. А у нас новое направление мы освоили. Супы, то есть сушат продукты, вот эти супы, которые можно кипятком заваривать. Александр Прокопьев рассказал о волонтерах Барнаульской академии гостеприимства, которые шьют сейчас дождевики для наших земляков, участников спецоперации. По предложению депутата, плащи будут доставляться в муниципалитеты для адресной передачи. А к сегодняшней встрече сотрудники фонда Александра Прокопьева скомплектовали аптечки для участников СВО общей стоимостью более миллиона трехсот тысяч рублей. Сегодня мы с главами районов обсуждали, как идет взаимодействие с участниками СВО и их семьями в каждой территории. Фактически это был обмен опытом. Мы договорились о совместной акции. Я передал аптечки с препаратами от простуды в районной администрации. Они будут передавать их нашим бойцам, которые прибывают в отпуск. Так, благодаря инициативам своих земляков, алтайские бойцы получают помощь не только на уровне принятых стандартов. Меры поддержки расширяются. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле начался месячник осенней санитарной очистки. И накануне в Краевой столице прошел первый масштабный чистый четверг. На улицы каждого района города вышли студенты, сотрудники компании, представители власти, чтобы сделать Барнаул чище и подготовить его к зиме. Мои коллеги расскажут подробнее. В Барнауле наводят чистоту и порядок. С 1 октября в Краевой столице стартовал месячник санитарной очистки. И самые масштабные акции по традиции запланированы на середину каждой недели этого месяца. В первый чистый четверг на улице города вышло больше тысячи человек. Студенты, активисты советов ветеранов, сотрудники различных компаний, представители власти. Так, депутат Гурдумы Сергей Струченко работал в сквере индустриального района. Сегодня были высажены 15-летние сосны, яблони. И тем самым данный сквер стал еще более благоустроенным. И я надеюсь, будет радовать наших жителей. Я уже разбился со счета, сколько я деревьев за свою жизнь уже посадил в городе Барнауле. Всегда приятно проезжать те места, где ты приложил свою руку, сердце и высадил то ли иное дерево. Зеленая зона на пересечении улиц Взлетная Сергея Ускова появилась несколько лет назад. С тех пор деревья подросли, но жители просили сделать сквер Гущи. Поэтому здесь дополнительно высадили 29 сосен, яблони и лип. Озеленению Барнаула уделяется большое внимание. Ежегодно в городе появляется около тысячи новых деревьев. И в ходе реализации нацпроекта по комфортной городской среде и в рамках муниципального задания, пояснил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шаламенцев. В следующем году будем планировать посадки на свободных территориях. А для того, чтобы обеспечить качественный рост высаженных деревьев, в этом году будут выполнены работы по устройству здесь автополива. И уже, я думаю, что проблем, с которыми мы сталкивались, в жарке, какие-то погодные условия с увяданием деревьев здесь больше не будет. Но кроме посадки деревьев, участники «Чистого четверга» в Барнауле собирали листву на аллеях и скверах города, уборка шла и на детских и спортивных площадках, наводили порядок на памятных знаках и остановочных павильонах. Следующая масштабная экологическая акция пройдет через неделю. А общегородской субботник, если позволит погода, состоится 20 октября. Анастасия Дорогань, День с толком. Пожелания смерти, проклятия, сменяющиеся молитвами, по словам жителей дома Нагущина, это то, с чем они сталкиваются каждый день. Винят во всем свою соседку, которая якобы обладает магическим даром. Эта история заинтересовала нашу съемочную группу. Обо всем расскажем в следующем сюжете. Это самый проклятый подъезд в Барнауле. Каждый день его жители слышат в свой адрес пожелание смерти. Во всем винят женщину с третьего этажа, которая то бьет по батареям, то невыносимо кричит. Ублюдки, будьте вы прокляты, соседи. Там вот дословно не разберешься, он просто орет. И вот такая голова от нее потом. Вот она сейчас орет с балком. Не могут жители подъезда смириться и с запахами из квартиры, и с тараканами. По словам жильцов, женщина не убирает за домашними животными. Спустя время хозяйка все-таки открывает нам дверь. По ее словам, соседи наговаривают. Еще и дверь портят. А как вы думаете, почему вот так вот от соседей к вам относятся? А потому что боятся. Потому что я владею родовой силой. Я человек, который владеет силой, большой силой. И стоит мне пустить одну слезу, они неделю не будут жить. Это уже проверено. Соседи доиграются, говорит Валентина. Ведь по ее словам, пока проклинают здесь только ее. Стояла здесь защита у порога. Убрали защиту. Кто убрал? Я когда проснулась, я вижу пространство все темное. Абсолютно темное. Я начинаю убирать. Валентина живет одна с собакой и кошками. Почти никогда не выходит из дома. Врачи тогда приезжали, они вышли оттуда вот по зиме. Вышли оттуда вот так вот схватились. На этом, на милиционере даже вот эта вот паутина с тараканами на шапке была зимой. Он вышел вот сюда вот и катался по снегу. Обращались в Роспотребнадзор с коллективной жалобой. Вот. Ну, они что? Они разослали в администрацию, в управляющую компанию, в санэпидстанцию. Теперь, значит, вот по животным. Ну, везде все отписки. В соцзащиту вроде как обязали дочку, чтобы она приходила. Но я вот ее, например, не вижу. Сейчас регулярно вызывают полицию раза три в неделю. На ней вообще никто не живет, получается. Она вызывает полицию. Мне шумят, там четыре месяца уже никто не живет. Ей какие-то каблучками там кто-то шумит. Я не знаю, у нее в голове уже что-то шумит. Доказательство того, что в 16-й квартире никто не живет. Вот последняя квитанция за сентябрь. За свет. Ноль киловатт вообще. А кто там живет-то? Людка? Женька, ее муж присушенный, притянутый. С бабосибирским коровьем. В любом случае, в этом подъезде явно происходит какая-то чертовщина, на которую стоило бы уже обратить внимание контролирующим органам. И не для формальности. А мы продолжим следить за этой историей, если сами избавимся от проклятия. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Во Дворце культуры города Барнаула прошло ежегодное мероприятие «Признание-2023», посвященное Дню Учителя. В профессиональный праздник со сцены поздравляли тех, кто не только обучает школьным предметам, но и становится наставником по жизни. Продолжат мои коллеги. Лучшие творческие коллективы города выступали для них. Главными зрителями стали учителя и педагоги. В профессиональный праздник в ДК города Барнаула собрались руководители образовательных организаций, ветераны труда, заслуженные педагоги и представители Ассоциации молодых педагогов города. Сказать слова благодарности за ваш такой нелёгкий, кропотливый труд, который не имеет ни временных, ни календарных рамок, который требует полной погружённости, полной самоотдачи, постоянного саморазвития. Здесь собрались самые лучшие, достойные представители образовательных организаций. Здесь молодые учителя, которые вызывают уже уважение за то, что они выбрали эту очень важную, очень хлопотную, но очень почётную, очень значимую миссию. В этот день на сцене вручили более 70 наград краевого и муниципального уровней. Почётные грамоты, медали за заслуги в труде, благодарности губернатора и главы города, нагрудные знаки «Почётный наставник» и «Молодость и профессионализм». А ещё 12 педагогам вручили дипломы за участие в профессиональном конкурсе «Признание». День учителя – это самый лучший праздник для меня в году, потому что это ученики, это благодарные родители, ну и, конечно, школа на самом деле стала со временем своим вторым домом. С самого детства хотела быть учителем, стала им и ни о чём не жалею. С каждым годом становлюсь всё опытнее, профессиональнее. В этом году правительство региона выделило 6 миллионов рублей для материального поощрения заслуженных учителей. А каждый из гостей подчёркивал, насколько ценен труд тех, кто работает с детьми. От результата вашего труда зависит будущее нации. Вот по моему глубокому убеждению, это совершенно не фигура речи, а это суть вашего труда. Именно вы формируете интеллектуальный, образовательный, культурный потенциал нашей страны. Завершился вечер по традиции торжественно. В свой профессиональный праздник молодые учителя произнесли клятву педагогического работника. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов. День с толком. Студенты из Барнаула представят Алтайские краи и в целом нашу страну на конкурсе «Мистер мира» во Вьетнаме. Напомним, 18-летний молодой человек Антон Воронин победил в конкурсе «Мистер Россия-2023» и в феврале следующего года уже отправится покорять мировой подиум. Из Ростова, где проходил конкурс «Мистер Россия-2023», Антон Воронин вернулся с безоговорочной победой. Он обошел в конкурсных соревнованиях больше 20 участников. В финале встретился с главным соперником – «Мистером Ростов», но все же сумел доказать, что именно он лучший. Его танец и умение держаться на сцене покорило жюри. Российскую федерацию на конкурсе «Мистер России-2023» будет представлять Антон Воронин, город Барнаул. Ура! Как оценивают мальчиков моделей? Явно не по параметрам 90-60-90, да? А что нужно, как нужно себя показать, чтобы зацепить жюри? Именно в мужских конкурсах тут самая главная мужественность, самое главное то, какой ты внутри. Потому что одной внешности бывает мало, и уже смотрят на то, как ты ведешь себя на сцене, боишься ли ты участвовать. Это все равно с зрительского зала все видно. Поэтому там очень много всего на самом деле. Но самое главное – это оставаться мужчиной. Сейчас у Антона начнутся репетиции. Подготовка к конкурсу «Мистер Мира», где у него есть все шансы на победу. Конкурс красоты пройдет в феврале во Вьетнаме. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Продолжение следует...